всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу вам показать сразу три варианта мексиканской закуски такос хотите все три готовьте сразу хотите какой-нибудь один вариант на свой вкус выбирайте традиционно сообщаю что основные этапы готовки и перечень ингредиентов самом конце ролика приступим белый лук это острый часть нарежу соломкой часть мелким кубиком красный только мелким кубиком сладкий перец опять та же история часть соломкой часть мелким кубиком то же самое зеленым перцем делаю чеснок мелко нарубить кинзу также мелко нарубить куриную грудку нарезать сначала пластинками а затем соломкой некрупный основная подготовка завершена теперь к перцу нарезанным кубиком и красному сладкому луку добавлю часть нарубленной кинзы и немного соли и сока лайма и перемешать и еще оливковое масло экстра верхен ну или экстра виржин на английский манер отлично начинаем готовить первый такос масло разогреть это экстра верхен но важный момент не перегреваете иначе сожжете его и тогда никакого смысла в использовании именно такого масла не будет нам от него не жирнота нужно а именно аромат поэтому же и вредно перегревать его теперь сюда чеснок и практически сразу куриную грудку обжариваем быстро при периодическом поверхности добиваемся что все кусочки снаружи побелели чем тоньше нарезка тем быстрее все происходит поэтому лениться при нарезке не надо все готово как видите вся грудь побелела теперь соль не сладкий йогурт сок лайма и перемешать и нарубленный кинза еще одна минута и можно снимать огня очень быстрая штука собираем первую партию такосов или такос лепешки надо прогреть на сухой сковороде быстро прогреть чтобы они не успели высохнуть и собираем готово тут же готовим второй вариант в разогретом масле надо обжарить перец и лук опять экстра верхней опять следим чтобы не перегрелась и сразу приправить конечно соль черный перец красный острый перец и зира здесь и называется кумин для этого варианта надо перец и лук слегка слегка прижарить они не то что поджарится не должны не даже мягкие не должны стать у них структура такая должна остаться как у стир фрай такие слегка похрумтывайте как хрум-хрум слегка слегка мягкие но внутри сырые пора добавить куриную грудку и перемешать опять та же история дожидаемся побеления со всех сторон затем обжариваем еще одну-две минуты после этого и снимаем с огня вот эта схема с такой быстрой обжарка работает если куриная грудка нарезана действительно тонко все второй вариант тоже готов также греем лепешки и собираем такас сверху не сладкого йогурта начинка-то острая йогурт поможет потушить пожар во рту и приступаем к третьему варианту опять греем масло в этот раз экстраверхин не обязательно слишком много ярких вкусов будет в начинке экстраверхин в этой палитре вкусов вы просто не различите и теперь выкладываем лук в разогретое масло в этот раз и надо обжаривать подольше до начала зарумянивания требуется чтобы горечь из него ушла а сахара луковые которых в луке много начали карамелизовываться вот так отлично теперь сюда грудку и чеснок перемешиваю практически сразу можно класть протертые томаты и приправлять орегано и кумином на кумина джазера но я потом уже говорил тут важный момент протертые томаты у меня из банки консервированные они такие кисло-сладкие причем скорее сладкие чем кисты если у вас не такие выправляйте на вкус сахаром и сахара не жалейте и срочно сюда халапеньо для яркости все последняя начинка тоже почти готова в любом случае сначала грем лепешки так и начинку ну а теперь вскрываем авокадо и и чтобы он не темнел немного лайма на авокадо все последний вариант готов напишите в комментах какой из вариантов вы бы стрескали прямо сейчас последние вот эти моменты самые такие утомительные уже жарко я же красный как рак ну зато на мексиканцами на похож и очень уже хочется все дело прекратить все сажать и уйти куда-нибудь в прохладу поехали я понятное дело все съем все три начну с первого только сами лепешки сейчас пробовать не буду чтобы не обляваться чё их пробовать правильно главное же начинка в этом йогуртово-лаймовый вариант курица с кислинкой лайма но остроты мне не хватает я бы наверное в этот вариант добавил немножко больше остроты но либо вот этот салат положил немножко больше лука и может быть часть не сладкого добавил бы мне кажется будет лучше так второй вариант второй вариант острый острый и с йогуртом для того чтобы эту остроту снизить ну ка второй вариант нравится больше и чувствуется кумин зира красный черный острый перец и вот это вот хрумтящие такие вот эти овощи перец какие стир-фрай состоянии мне это нравится прям хорошо и йогурт на месте без йогурта было на было бы наверно слишком обжигающим и последний вариант последний вариант у нас должен быть совсем острый за халапеньо или может быть совсем кислый так но с другой стороны здесь же вот этот сладкая достаточно сладкий протертые томаты должны выправить все на вкус сейчас выясним вкусно но недостаточно ярко не хватает остроты так что мой выбор вот этот средний с слегка подпеченными перцами с добавлением зиры вот этой с добавлением перца короче вот это классно я считаю короче ну вы попробуйте три варианта однозначно и выберите уже что вам по душе огромное спасибо за компанию напоминаю по промокоду фреска вы можете получить скидки вот на такие классные ножи самура и на другие ножи самура тоже мне кстати вот по зрелому размышлению больше всего нравится на на серии мови хай карбон выбирать на свой вкус огромное спасибо за компанию всем пока мови хай карбон выбирает на нетя Редактор субтитров А.Семкин